так мы заполнили все параметры что следующее а следующее мы должны реализовать два метода do install и do uninstall первый запускается когда запускается процесс установки модуля а второй при удалении система сама подключает эти два метода в названном по правилам классе модуля и всю логику установки и удаления мы реализуем в этих двух методах но делать это нужно вызывает дополнительные методы которые выполняют ту или иную часть работы to install здесь вызываем метод install db мы описали данный метод выше и днем выполняем манипуляции с базы данных обычно создаются таблицей заполняется демо данными install events здесь мы регистрируем всевозможные обработчики для событий которые нам нужны install files производим манипуляции с файлами как правило копируем компоненты шаблонные файлы с подключениями административных файлов модуля ну собственно вызываем метод register model параметр который передаем ID модуля данный метод производит запись о том что ваш модуль установлен и система знает теперь о вашем модуле как об установленном метод dooninstall в нем производится удаление модуля как правило используется обратный порядок порядку который был при установке сначала методом on register model удаляем запись о том что ваш модуль установлен тут хотел бы обратить ваше внимание что как правило метод on register model вызывается первым методом dooninstall а register model в doinstall вызывается последним но есть исключения например вы при установке можете вызвать register model первым если вам в последующих методах потребуются методы самого модуля до корректной установки чтобы автоматически подключались классы например аналогично в unregister model его можно вызвать в самом конце если до корректного удаления вам потребуются методы вашего модуля следующим методом вызываем uninstall files в котором мы описали удаление всех файлов которые были установлены и скопированы при установке далее в методе uninstall events удаляем регистрацию обработчиков событий которые мы ранее зарегистрировали в методе uninstall db удаляем все данные которые мы занесли при установке из базы данных прошу обратить внимание что мы удаляем только в случае если пользователи не захотели сохранить эти данные в базе данных так как мы разрабатываем модуль на ядре d7 то нам важно проверить устанавливается ли наш модуль на систему поддерживающую dc или же d7 не поддерживается во втором случае наш модуль просто корректно не сможет работать поэтому как мы видим у нас сначала идет проверка поддержки d7 текущей версии системы и если d7 не поддерживается то мы заносим сообщение об ошибке в стек с помощью true exception и не выполняем установки а методе is version d7 я скажу позже это не метод системы собственно до пользователя мы должны каким-то образом визуализировать процесс установки и удаления начнем с установки